На Екатеринбургском заводе выплавлен первый слиток из танталового порошка – уникального материала, без которого не произвести электронику, ядерные реакторы, космические ракеты и вооружение. За этот металл прямо сейчас развернулась жестокая война в Африканской Демократической Республике Конго. Как связаны данные события, причём здесь группа «Вагнер», Казахстан и национализация в России. Разберём этот острый сюжет, а также расскажем о новой истории спасения после краткой сводки позитивных новостей. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с космодрома Байконур. В Хабаровске расширено производство тактических вездеходов «Ерофей», а в Курганской области – вездеходов «Бурлак». «Росатом» запустил серийное производство 3D-принтеры для печати металлопорошковыми композициями. Холдинг «Росэлектроника» приступил к серийному выпуску линейки модулей управления для беспилотных систем. В Энгельсе после ухода иностранцев возобновлено производство индустриальных свечей зажигания для промышленных двигателей. Объединённая двигательстроительная корпорация запустила новый суперкомпьютер для создания цифровых двойников авиационных двигателей. Стахановский вагоностроительный завод в Луганской Народной Республике выпустил первые 145 вагонов. В Мелитополе возобновлено швейное производство, в Мордовии открыто пищевое производство. В печи Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов выплавлен первый 8-килограммовый слиток из танталового порошка. Это, на взгляд обывателя малоинтересное отраслевое событие, на самом деле является частью захватывающего, трагического, но в то же время обнадёживающего для нас сюжета, о котором мы вам расскажем. Начнём с того, что тантал – это редкий металл – один из наиболее важных материалов для микроэлектронной промышленности, свойства которого позволяют использовать его в чипе в качестве барьера между кремнием и медью. Также тантал применяют в металлургии, атомной и химической промышленности и производстве вооружений. Металл считается стратегическим, так как запасы его ограничены и могут быть исчерпаны на земле в ближайшие 100 лет. Исходя из этого, страны, которым посчастливилось иметь на своей территории такое богатство, должны процветать, однако иногда богатство становится проклятием. Демократическая республика Конго или ДРК – государство в Центральной Африке с населением 112 миллионов человек и крупнейшими в мире запасами кобальта, Германия, тантала, алмазов, самыми большими на континенте запасами урана, вольфрама, меди, цинка, олова и других ресурсов, без которых не сложилась бы современная мировая экономика. Но, несмотря на это, ДРК остаётся одной из беднейших стран мира. Просто все эти богатства ей не принадлежат. Раньше ДРК была колонией Бельгии. Про тантал бельгийцы ещё не знали, поэтому выгребали каучук и слоновую кость, жестоко подавляя любые попытки протестов местного населения. В 1960 году известный каждому жителю СССР конголецкий патриот Патрис Лумумба возглавил национальное движение и добился реальной независимости Республики Конго, став символом антиколониального движения всей Африки. Правда, вскоре западные спецслужбы похитили, запытали и жестоко убили Патрисон, а бывший комиссар бельгийской полиции в лучших традициях так называемого «цивилизованного Запада» даже взял себе на память золотой зуб покойного. С тех пор мира в Конго нет. В наши дни способы колонизации изменились. ДРК – формально свободная страна, но её ресурсы скуплены за гроши иностранцам. Местные жители вручную добывают ценные металлы буквально за еду. Процветает чёрный рынок контрабанда, детский труд и криминал. Фактически все современные цифровые технологии оплачены трагедией целого народа. А недавно здесь снова началась война. Прямо сейчас повстанцы движения М-23 установили контроль над значительной частью рудников и атакуют города ДРК, оттесняя правительственные войска к столице. Западная пресса бьёт тревогу, нарушены цепочки поставок и мировая экономика может остаться без тантала. Тревога эта лицемерна. Нужно знать, что некоторое время назад американцы продали контроль над многими ресурсами ДРК китайцам. После этого, откуда ни возьмись, появилась целая армия боевиков-повстанцев, вооружённая по самым современным натовским стандартам и захватила ключевые месторождения. Нет сомнений, что Тантал и другие ресурсы продолжат поступать в западные страны только через чёрный рынок. Повстанцы М-23 – это прокси-силы соседней Руанды, которая имеет теснейшие связи с Великобританией. В Африке называют их конкурентами российской группы «Вагнер», преуспевшей в вытеснении западников уже из многих стран континента. Только М-23, как мы видим, действует прямо в противоположных интересах. Вспыхнувший конфликт в ДРК имеет все шансы втянуть в себя соседние государства. Россия в начале марта подписала с Республикой Договор о военном сотрудничестве, но едва ли мы, как и страны Запада, станем открыто вмешиваться в происходящее. Африку накрывает своя волна гибридных войн и всевозможные прокси-группы, финансируемые иностранцами, ещё долго будут воевать здесь за ресурсы. Тем интереснее узнать, где же нам самим брать тантал, чтобы не влезать с головой в эту кровавую баню? Спасибо предкам за нашу землю. Тантала в ней припасено немало, по крайней мере для собственных нужд с избытком. Месторождения расположены в Мурманской области, Восточной Сибири, Забайкалье и Якутии. Но мало иметь ресурсы в недрах, нужно уметь их добыть, переработать и превратить в продукт. В СССР мы обладали всеми технологиями, но после распада страны ключевой в цепочке Ульбинский металлургический завод остался на территории Казахстана. Он и сегодня является одним из крупнейших производителей урановой, бериллиевой и танталовой продукции. Поэтому из добытой в России руды мы извлекали оксид тантала, отправляли в Казахстан и получали обратно танталовые порошки и слитки, из которых уже производили конечный продукт. Последние события показали, что технологической независимости много не бывает и нужно уметь обрабатывать редкие металлы самим, поэтому началась работа над восстановлением производства. Вернёмся к главной новости. Соликамский магниевый завод совместно с Екатеринбургским заводом по обработке цветных металлов выплавили первый опытный 8-килограммовый слиток из танталового порошка. Это и есть часть процесса по восстановлению в стране полной производственной цепочки – от добычи руды до изготовления слитков. Теперь нет сомнений, что нам это по плечу и тягаться с американцами и китайцами за ресурсы несчастных конголезцев нам не нужно. Мы будем способны обеспечить себя сами без войн, интриг и обмана. Любопытно, что у этой истории есть ещё одна важная грань. Упомянутый Соликамский магниевый завод в 2022 году решением суда вернулся из рук олигарха государству. Завод обеспечивает 100% отечественного производства соединений «Ниобия» и «Тантала» и 75% магния. Это лишь часть обширного, но тихого процесса национализации важнейших производств. В марте государству вернулся Челябинский электрометаллургический комбинат, на который приходится около 80% рынков и расплавов. О других национализированных заводах мы рассказывали в выпуске номер 573 на нашем канале. Будем и дальше держать вас в курсе событий. Далее – о герое. 22 марта группа террористов напала на мирных людей в концертном зале «Крокус Сити Холл». Атака привела к множественным жертвам. Но в этой трагедии нашлось место и подвигу. На момент записи нашего ролика имена героев ещё неизвестны. Но по свидетельствам очевидцев, один парень отнял у террориста «Автомат» повалил бандита и стал бить прикладом. Это дало возможность многим людям выбежать на улицу и спастись. Ещё один мужчина вывел из задымлённого помещения 50 детей и сам вышел одним из последних. Житель города Дмитров Александр вывел из-под пуль восьмерых человек, включая детей. Говорит, некоторые были так напуганы, что пришлось выдворять их силой. Наверняка были и другие герои. Надеемся, что они будут установлены и получат награды. Скорбим по погибшим, соболезнуем родным жертв этого чудовищного теракта и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Берегите себя и своих близких. Мы желаем вам доброй и бодрой недели. Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус. Благодарим за помощь и слова поддержки в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме по ссылкам в описании ролика, чтобы получать позитивные новости России каждый день.